Всем привет и добро пожаловать на канал Зоркс. Это рубрика трэш новости. Сегодня, как вы видите, необычный формат, по крайней мере необычная обстановка для данной рубрики, но все же, так как у меня появилось свободное время, я решил сделать видео из рубрики, которая давно не выходила. К тому же, пролистав ленту новостей, я наткнулся на очень интригующие новости. Ну что ж, поехали. В Крыму бьют тревогу из-за высоких цен. Давайте посмотрим. Так называемые власти шокировали стоимость продуктов. В курортных регионах Крыма не могут справиться с дороговизной продуктов. Об этом заявил так называемый губернатор полуострова Сергей Аксенов. В смысле, так называемый. То есть он или губернатор, или не губернатор. К сожалению, в курортных регионах зачастую цены завышаются более чем в три раза. Подобная ситуация неприемлема не для производителей, у которых продукция выкупается по дешевке, а потом перепродается в три дорога. Не для крымчан и гостей полуострова, которые вынуждены переплачивать в несколько раз, заявил Аксенов. Ну так хорошо. То есть даже если он понимает суть проблемы, почему он ею не занимается. В частности, отметил он по уровню наценки лидирует южный берег Крыма. 200-300 рублей от 80 гривен и выше за 1 килограмм помидоров. Ничего себе. Это недопустимо. Проезжайте по торговым точкам на ЮБК и проверьте, сколько там стоят овощи. Обратился Аксенов к местным чиновникам. Ну типа да. То есть продукты не должны стоить так дорого. Потому что это первый шаг к хаосу. Если продукты питания будут стоить настолько дорого, что люди просто не смогут себя прокормить, то будет хаос, будет разруха. Все начнут воровать. То есть уже миллион случаев зафиксировано по воровству продуктов из торговых магазинов, из супермаркетов, из гастрономов и прочее. Я считаю, в 21 веке это ненормально. Тем более в стране, которая максимально заявляет о том, что хочет приблизиться и вступить в состав Евросоюз. Во Львовской области девочка наглоталась таблеток, чтобы не ехать в село. Школьница госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы. В городе Залочев Львовской области 14-летняя девочка отравилась таблетками, чтобы не ехать в село. Школьницы доставили в реанимационное отделение районной больницы, сообщает пресс-служба полиции региона. Ну, типа, уже можно сказать, что настолько отсутствует взаимопонимание между родителями и дочерью, что у нее не остается никакого другого варианта, чтобы не поехать в село, кроме как наглотаться таблет. Ведь на самом деле это попытка покончить жизнь самоубийством. После такого случая, в принципе, ее необходимо поставить на учет к психологу. Я думаю, если ей 14 лет, то основная вина за это лежит на плечах у родителей. Правилохранители предварительно установили, что вечером накануне между девочкой и матерью возник спор по поводу поездки в село. Само собой, я думаю, это не первое действие, которое она предприняла. Около 12.00 отец зашел в комнату, где спала дочь, не смог ее разбудить и обратился к медикам. Врачи диагностировали у подростка медикаментозное отравление, госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение. Рассказали в полиции. Ну, то есть, действительно, сколько надо не слышать своих детей. И по факту, это ведь банальщина. Не хочу ехать в село. Ну, хотя, может, с другой стороны, ее закрывали, типа, на несколько месяцев. Знаете, как часто бывает. Тебя увозят бабушки на несколько месяцев. Ты сидишь отрезан от цивилизации. Мне это чуждо, конечно, но... Я думаю, это не самое приятное времяпровождение летом. В Харькове мужчина повесился в гостинице. Это прикольно, снять номер для того, чтобы совершить там самоубийство. Правоохранители установили причину суицида. В воскресенье 16 июля в номере одной из гостиниц на Московском проспекте в Харькове обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает областная полиция. По данным ведомства, 47-летний горожанин покончил жизнь самоубийством путем повешивания. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Ну, типа, факт есть, а информации не надо. Чего гадать? В принципе, на то может быть масса причин. Под Харьковом погиб рабочий. В собственный день рождения мужчина попал под вагон. На самом деле, это жесть какая-то. В поселке Солнцевка Харьковской области на заводе произошел несчастный случай. Время выполнения работ по разгрузке вагонов 44-летний рабочий предприятия попал под один из них и получил травмы и от полученных травм скончался. То есть, получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным отдела коммуникации обл.УНП, несчастье произошло в день рождения мужчины. Следователь открыл уголовное производство по статье нарушения требований за законодательство об охране труда. Да, санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет тюрьмы. То есть, кого накажут? Работников? Организацию, на которой он работал? Ну, здесь как бы надо хорошенько разобраться, так как может это быть обычный суицид, а пострадают ни в чем не повинные люди. А современение пенсии в Украине затянется на несколько лет. Интересно. То есть, цены, как известно, у нас уже в принципе довольно-таки современные. Я имею ввиду как цены на продукты, на услуги, на технику, так и на все остальное. Первое повышение выплат будет касаться 5,6 миллионов пенсионеров. Тем, кому пенсии назначились с 2008 по 2014 годы. Осовременивание пенсии в Украине завершится к 2021 году. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. То есть, я надеюсь, это не родственник Александра Рева. Потому что вообще, в принципе, это хорошая шутка для камеди. Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 миллионов пенсионеров. В 2019 году пенсии будут современные. Тем, кто шел на заслуженный отдых 2015 и 2016 годы. Понятненько. Как отметил министр с 2021 года, начинается процесс, начинается процесс индексации. Ну, чтобы вы понимали, когда корреспонденты используют такие слова, как начинается, будет начинаться, индексация. Это значит, можно спокойно прибавлять еще годиков 5,7. А то и больше. Повышение пенсии в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты, по мнению, это позволит избежать возврата разрыва между размером и плотной пенсией тем, кто выйдет на пенсию раньше, чем угодно. На сегодняшний день такие разрывы в размерах пенсии достигают в 3 раза и более. Уточним министр. Короче, рассчитать свою пенсию и рассчитать, когда ты будешь ее получать и какой объем. Сможет человек, который только связан напрямую с высшей математикой, с какими-то математическими расчетами. Потому что для меня все это настолько темный лес, что я сейчас только что прочитал. Жесть. То есть, с одной стороны. А с другой стороны, даже я, человек как бы далекий от этого, понимаю, что указано слишком много плавающих факторов, которые не гарантируют абсолютно никакого фактического результата. Короче, денег нет, держитесь. Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В Харькове БМВ врезался в столб. Есть погибший и пострадавший. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением. Минувшей ночью в Харькове на улице Плановой произошла смертельная ДТП. По предварительной информации, пресс-службы патрульной полиции водитель БМВ двигался в сторону улицы. Так, я не справился с управлением. Неехал на бордюр, после чего врезался в электроопору. В результате аварии один из пассажиров погиб на месте. Еще одного пассажира госпитализировали внеотложку. Обстоятельства ДТП выясняет следовательная оперативная группа. Ну, понятно. ДТП, в принципе, дорожно-транспортное происшествие, это тоже, опять-таки, не всегда приятно. Вообще, в принципе, все новости, которые вы видите в этой рубрике, они не очень приятные. Такое, но особенно ДТП, потому что никто не сострахован. То есть, я не говорю о каске или автоцивилке, или страховании здоровья. Никто не сострахован просто от того, что это может случиться с вами. И, неважно, пешеход вы, водитель, ездите вы на велосипеде. Может быть, даже маленький ребенок, который едет еще в коляске. Слишком много факторов, которые могут повлиять на случайное ДТП. Взрыв прогремел в Одессе. Погиб подросток. Чем дальше, тем хуже и хуже. Еще два человека находятся в больнице. Правоохранители выясняют, как у несовершеннолетних оказались боеприпасы. В Одессе от взрыва гранаты погиб 16-летний парень. Еще двое его друзей госпитализировали. Об этом информируют в пресс-службе полиции Одесской области. Сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов в Малинском районе Одессы поступило правоохранителям сегодня в 12.18. По данным полиции, из-за взрыва погиб 16-летний парень. Еще двое его друзей получили ранения. Медики доставили их в больницу. Полицейские считают, что в квартире взорвалась граната РГД-5. Откуда вы, как у подростков, РГД-5? Хотя, опять-таки, учитывая ситуации, которые, к сожалению, происходят у нас в стране и в ближайших государствах, достать боевое оружие не составит труда, как показывают фактические новости даже подросткам. Лично я считаю, что не должно быть так. С этим надо что-то делать. Правоохранители выясняют, как граната попала в руки несовершеннолетним. Копы. Кто пишет статьи, начиная со слова копы? Копы возбудили уголовное производство по статьям незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами. И умышленное убийство с пометкой «Несчастный случай». Умышленное убийство, несчастный случай. Напоминаем, что 13 июля в Полтавской области в жилом доме взорвалась граната. 34-летний мужчина погиб на месте. Двое подростков в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. Ну, гранаты и вообще такого рода боевые штучки, они должны быть задействованы исключительно в военных действиях. Либо, в крайнем случае, на учениях. Опять-таки, в максимально безопасных условиях. Когда гранаты используют в мирное время, в обычных городах, то есть, ну, я не знаю, для меня это максимально чуждо. Я живу в столице, у меня как бы, ну, если что-то такое происходит, то это трэш. И об этом трубят, в принципе, по всем, даже международным каналам. Но есть ведь такие города, маленькие городишки, в которых это, ну, типа, вообще нормально уже стало. Взрывы там, гранаты, перестрелки. Ребята, 2017 год. Фух, я думаю, еще парочка новостей будем заканчивать, потому что меня прям уже разрывает. Под Львовом взорвали грузовик. Я же говорю, чем дальше, тем хуже и хуже. Грузовик был поврежден в результате взрыва гранаты F1. 16 июля в полицию поступило сообщение от главного инженера одного из местных предприятий о том, что ночью был взорван автомобиль МАЗ. Ну, это не автомобиль, это уже спецтехника, я считаю, принадлежащая предприятию. Как передает пресс-служба Львовской области, полиции на месте происшествия работала следовательно оперативная группа и эксперты взрывотехники. Предварительно установлено, что грузовик был поврежден в результате взрыва гранаты F1. При службе также отметили, что пострадавших в инциденте нет. Зачем же тогда портить дорогостоящую технику? Ну, хотя навредить кому-то, опять-таки, тоже причин может быть масса. Взрыв прогремел в Полтавской области. Погибли два человека. Под Киевом прогремел мощный взрыв в квартире. Давайте посмотрим. Так какие с Киевом не вдвойне интереснее. Жилье арендовала семья с четырьмя детьми. Во время чрезвычайного происшествия их не было дома. Прикладывается видео, давайте посмотрим. Сначала рекламу, а потом видео. Подожний вибух у многоповерховцы став сил Борисполі на Киевщині. У квартир багатодитной родины. У цей час мамы и четырех детей не было дома, тож никто не постраждал. Причина вибуха у полиции еще не озвучиваются. Можливість витоку газу відкидают. А у ванной кімнаті, під час огляду, оперативники знайшли роздрощену пральну машину. Газ там був відключений ще з 2015 року. Працівники вибухотехнічного служби Київської області обстежили квартиру і не знайшли нічого, щоб могло говорити, що це було занесено, ну, якесь вибуховий сторонний предмет. Діч. Діч! 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 Последня новость. Все, это у меня уже мозг кипит. В Київській області во вторник, 11-го іюля, автомобіль Деоланас, слушайте внимательно, врезался в газовий модуль на автозаправочной станції. Буф! В результате погиб один человек. Ну, по всей видимости, і водитель. Мне всегда було интересно в ГТА, типа, врезаться в заправку. В жизни, ты, когда заїжджаєш на территорию АЗС, ты как-то чуть-чуть более аккуратненько ездиш, как бы там, да? Ну, потому что надо, потому что бензин і газ – достаточно взрывоопасные вещества. Инцидент произошел на 64-м километре автодороги Ковель, Київ, возле села Загальцы Бородянського района. В результате погиб один человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате взорвалась емкость с газом с последующим горением. Один человек погиб, один пострадал. Ребята, все, что я вам могу сказать – это берегите себя, будьте аккуратнее, осторожнее, берегитесь за свое здоровье, за здоровье своих близких. Не попадайте в трешевые ситуации и успехов вам! Спасибо за просмотр! Если видео понравилось, ставьте ему лайк. То есть, как понравилось? Сама информационная волна, если понравилось, ставьте лайк. Понятное дело, что никому не нравится, что здесь освещаются такие темы, то есть, конкретно темы не нравятся. Ну, это есть и от этого никуда не деться. Также не забывайте подписываться на канал и писать свои комментарии о темах, которые я поднимал в данном видео. И делитесь данным роликом с друзьями, пускай все, пускай большинство людей узнает о том, что происходит вокруг нас. Может, таким образом это дойдет до властей, и они как-то начнут более правильные действия принимать для того, чтобы предотвратить, к примеру, попадание гранат и взрывоопасных веществ в руки подростков. Контролировать и держать в надлежащем состоянии госслужбы. Давайте как-то уже ближе к цивилизации. До скорых видео.